Рабочая поездка началась с посещения социально значимых объектов Александра Невского. Среди них физкультурно-спортивный комплекс, построенный в 2013 году. Сейчас здесь бесплатно занимаются спортом 300 детей. Губернатор Олег Ковалев и предком по бюджету Андрей Макаров осмотрели районную больницу. В ней в 2013 году был введен в эксплуатацию новый терапевтический комплекс. После чего встреча продолжилась с посещением детского сада на 100 мест. По словам губернатора, учреждение способно обеспечить возможности для качественной всесторонней подготовки воспитанников к школе. Такое же приятное впечатление оставило у гостей и главы региона, и новая школа, построенная в Ряжске. Очень важно, что мы переселим из нескольких школ, которые уже совершенно не отвечают требованиям не только будущего, но и даже вчерашнего дня. И дети будут получать в хороших условиях, естественно, более качественное образование. И вот та программа «Новая школа», которая будет реализовываться, и которую мы начинаем в этом году, она позволит довести до такого состояния, хотя бы вот, позволит все школы в течение 10 лет. Задача крайне сложная и трудная. Именно поэтому на ее воплощение уходит много времени. В ходе встречи обсуждались перспективы развития и других отраслей социальной сферы района. Для того, чтобы поддерживать и развивать эти отрасли, на это должна быть нацелена не только бюджетная, но и налоговая политика. На это должна быть нацелена вся экономическая политика страны. Сегодня вот вложение средств в людей – это как раз самое лучшее и самое эффективное вложение средств. В ходе рабочей поездки Олег Ковалев и Андрей Макаров посетили и строящиеся объекты. Среди них мега-ферма на 500 голов крупного рогатого скота. В настоящее время в хозяйстве уже последовательно наращивается производство молока. А с введением новой мега-фермы количество продукции существенно увеличится. Для меня важно, чтобы любую ферму строить, лишь бы вы получали прибыль, лишь бы ваше молочное животноводство давало вам прибыль. Когда хозяйство рентабельно работает, когда с умом распоряжается заработанными деньгами, это крепкое, сильное хозяйство, которое мы поддерживали и будем всегда поддерживать. Губернатор Олег Ковалев и предком по бюджету Андрей Макаров обсудили особенности проекта – в целом перспективы развития животноводства в регионе. Кроме того, в ходе осмотра полей они встретились с механизаторами хозяйства, которые одними из первых в области приступили к уборке зерновых. В ходе рабочей поездки депутат Госдумы Андрей Макаров и глава региона Олег Ковалев провели встречу с активом Александра Невского и Ряжского районов, в ходе которой обсудили перспективы развития сельских и городских поселений. Андрей Макаров отметил, что для него очень важно увидеть, как живут люди на местах, узнать, какие приоритеты они видят в развитии своих территорий. Это важно знать для того, чтобы все учесть при формировании бюджета страны.